Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи Владимир Мудряков, российский рынок и Владимир, наш коллега из города Ростова-на-Дону, уже с нами. Владимир, приветствуем вас. Добрый день, Игорь, добрый день, участники. Как вам сегодняшний день? Что интересного, на чем можно заработать на российском рынке? Давайте посмотрим. Телефон поставлю на вибрацию. Ага, хорошо. И сегодня чуть помедленнее все будет, но работает. Так что лишние 2-3 секунды не торопясь. Все увидим хорошо. Так, а у меня еще пока, мне пока все видеотрансляция показывает, что началась. Что касается текущей ситуации по срочному рынку, я подробно вчера провел вебинар. Кому интересно, посмотрите. В свободном доступе на YouTube-канале там часовой срез по рынку. На самом деле, на текущих отметках, в рамках сегодняшнего дня и даже, наверное, этой недели, интереса лично для меня срочный рынок не предоставляет. То есть мой интерес – это на данный момент исключительно инвестиционные идеи покупки тех или иных активов, что, собственно говоря, сейчас и делаем. То есть рассматриваем больше инвестиционные идеи. Ну, а если сделать срез по рынку, то с прошлой недели практически ничего не изменилось. Валютная пара как находилась в своем диапазоне 73,5 рубля, так и продолжает находиться за пилом. То чуть выше, то чуть ниже, то чуть выше, то чуть ниже. Волатильность очень слабенькая. Ну, соответственно, торговать таким инструментом лично по моему стилю не подходит. Почему? Потому что на такие сделки просто перенести нельзя. Те опционные позиции, которые есть, они как были, так и есть до сентября. Времени много. Потенциал роста валюты, как она это делает, прекрасно все, наверное, знают. Ну, а что касается сравнения текущих нефтяных котировок по аналогам 2018-2015 года, ну, конечно же, валютная пара должна быть гораздо ниже, исходя из своих хотелок. Поэтому лично я не верю в какое-то мощное укрепление и от своих позиций направлены больше в сторону ланга и возможности для конвертации не изменяю. Единственный нюанс, который может быть даст дополнительную возможность, это поход на 72. То есть в район шипа, то есть может быть он все-таки будет указателем, а не разворотным, как надежда была, когда делали первые отскоки. Но это покажет только время делать именно шортовые ставки на этот сценарий. Нет, я не намерен. Плюс-минус аналогичная ситуация с нефтью. Ту опционную сделку, которую я совершал, она полностью закрыла. В принципе, сценарий отработал, что через две недели мы так и остались в диапазоне от 67 до 71. При этом в моменте доходили под 70, даже опускались чуть ниже, но вот полностью эта позиция была разобрана на этой неделе. С текущих нефть, ну да, хочется дальнейшего роста. Спекулятивно я делаю ставки, что в рамках этого года мы можем увидеть и 80 по нефти. Все предпосылки на это, я считаю, есть, если посмотреть глобальный график, а не тот, который мы видим в рамках терминала на московской бирже секции срочного рынка. А вот заходить в спекулятивность текущих, да, неплохая коррекция после роста. Единственный минус, что рост случился ниже тех значений, которые меня бы устроили для дополнительных спекулятивных входов с помощью фьючерса. Текущая коррекция мной выглядит очень, на мой взгляд, выглядит очень положительно и направление перспективно для меня все равно в сторону роста. При этом какого-то мощного трендового движения с текущих, ну, я не ожидаю. Даже здесь отработки через опционы как-то большого интереса нет, потому что в подобном сценарии я уже делал ставку, повторно делал ставку на одно и то же событие, повторять, ну, я не очень люблю. Поэтому по нефти, если произойдет какой-то там новостной слив или резкое снижение одно-двухдневное, там, хотя бы в район 67, да, здесь можно будет с удовольствием рассмотреть входы в том числе и через фьючерсы, направленные в сторону роста. С текущих, но только с небольшими целями, можно там рассмотреть даже от 68,7, но это называется привязать идею за уши, если прям очень сильно чешутся руки. С РТС, валютная пара как минимум ему не мешает, но если мы посмотрим на текущую дневную волатильность РТС и с учетом его колебаний и размахов, то такой инструмент, да, где дневная волатильность порядка тысячи с небольшим пунктом, но это очень слабая амплитуда для активной спекулятивной торговли. Ну, направлено позиционно по индексу РТС, я считаю, что потенциал, наверное, к осени увидеть 1700 имеется. Единственный вопрос, на чем это пойдет. Но, как минимум, исходя из этих моих прогнозов, я делаю ставки на покупку без плечевых позиций в портфель. Спекулятивно, да, направление, но я боюсь, что это движение будет настолько медленным и долгим, что опционный потенциал себя просто не проявит в должной мере. Да, и колебания, я думаю, еще раз увидеть, с учетом моего ожидания повышения валютной пары доллар-рубль, снижение в РТС вполне-вполне возможно. Поэтому на текущий момент неинтересно. Направление, так или иначе, в целом по рынку в сторону ланга. Что у нас еще осталось? Сбербанк и Газпром. Причем Сбербанк. Небольшое разочарование, почему это вот пример спекулятивной позиции. То есть по Сбербанку, как и говорил, продолжаю на это в том числе делать и свои ставки, что мы до конца лета увидим закрытие дивидендного гэпа. Собственно, под эту идею я в том числе рассматривал спекулятивные входы. Но вот почему-то решил больше войти через фьючерс и понятно почему, потому что был очень хороший, понятный для меня диапазон 3050-30100 с потенциалом выхода из нисходящего треугольника, который у нас образовался за последний месяц. Собственно говоря, этот потенциал отработал. Минус заключается в чем? У меня был вход агрессивный, соответственно, так как он агрессивный, с коротким стопом здесь был стоп около 20 пунктов на фьючерс Сбербанк. Заход был в районе 300, но, к сожалению, вот эта свеча меня выбила. Вечером поехал за с детьми, не было возможности совершать сделки и в итоге рынок пошел без меня. Правда говоря честно, такую, наверное, позицию я бы все равно и не перенес. Поэтому, но остается радоваться за акции, которые, я думаю, все-таки закроют дивидендный образовавшийся гэп на инструменте. Спекулятивно сейчас пока не случится коррекции хотя бы в идеале, ну, там, в район 3,600, потому что рост, который у нас идет последние полтора дня, он, конечно же, сильный, мощный, да, то есть мы тут выросли на 3%, это неплохо. По Сбербанку коррекция в районе 3,500-3,600, да, заново можно будет рассматривать вход из текущих, но очень большой риск, что сейчас где-то относительно, надеюсь, не последний хай, после которого случится сейчас коррекционное движение вниз. Так как мне лично шарки неинтересно, то текущий момент я пропускаю, но при этом остаюсь активным наблюдателем за данным инструментом. Газпром, продолжаем делать плоскую хорошую коррекцию, лично для меня это потенциал к продолжению роста. Сделаем снижение, ну, кажется, я о нем и говорил еще на прошлом эфире, в район 25,000, да, готов рассмотреть покупку. С текущих заново заходить спекулятивно, ну, мне неинтересно, в том числе неинтересно с текущих докупать даже и... Где здесь российские акции? И в портфель, почему? Потому что Газпром находится вблизи своих исторических максимумов, ну, не самых исторических, которые были в 2007 году, да, а те хайи, которые мы с первого раза не можем преодолеть, начиная с 2011-го, в 2019-м году, да, двойная была попытка. Но, думаю, в этом году шансы увидеть уход выше 280, да, он присутствует. Единственный нюанс заключается в чем? Заходить прямо здесь, ну, на мой взгляд, есть моменты входа в рынок и получше. А вот если случится коррекция вообще в идеале, там, в районе 240-235, да, это будет хороший момент, на мой взгляд, для еще одного дополнения данной позиции в свой портфель. Вот такой мой взгляд на рынок. Так, в целом, индекс ММВ медленно, но верно, а вот даже в рамках сегодняшнего дня, да, очередной исторический хай был на открытии, нет. Это неделька, прошу прощения, дневка, смотрим. Да, даже сегодня на дневном графике мы очередной свой хай с открытия потихонечку переписали. Я думаю, этот рост продолжится. Не ожидаю какого-то бурного, стремительного роста, но, тем не менее, мои все позиции, которые совершаются, они направлены в сторону лангов. Я понял, Владимир, спасибо. Какое, какое точное значение сегодняшнего хай, если посмотрите, нам подскажете циферку, чтобы тоже... По индексу ММВБ? Да, да, да. 3717. 3717. Замечательно, замечательно. Запятая 33. 33, ладно. Понял, спасибо, Владимир. Заходите в эфир, включайте камеру. А, у меня она выбилась, что ли? Я не выключал. Это я вас выключил, чтобы ваш экран был на экране шире. Все, понял. Вроде ничего не трогал. Да, да, и такой добрый, говорю, заходите на экран, в эфир. Когда нас с вами нет в кадре, экранчик шире в записи, поэтому людям удобнее. Я вообще не понимаю, зачем на спикера смотреть, как бы важно, о чем речь идет, а не... Ну да, а еще важно, с каким выражением лица спикер это говорит. Вот сейчас, смотрите, я вас даю крупно сейчас в кадре, да, и задаю главный вопрос. А есть ли у вас в портфеле валютная пара доллар-рубль? Следим за лицом Владимира, друзья. Конечно, есть, я же об этом говорю. Нет, нет, вот сейчас, прямо в моменте, вы держите эту пару? Конечно. Но есть те колы, которые покупал, соответственно, это все равно держание. Есть конвертация валюты, да, то есть есть доллары в портфеле, поэтому есть. Нету плечевой через фьючерсы, да, ее нету. А другие лонговые позиции, конечно, открыты. Но как можно в нашей стране жить без них? Ну, мне надо было уточнить вопрос, естественно, я имел в виду C, фьючерсы. То есть фьючерсов в данный момент такой направленной торговли нет. Здесь уже абсолютно серьезный вопрос. Почему? Я же говорил как раз-таки на своем выступлении. Если посмотреть график, то там идет сплошная пила. Как на фьючерсах в такой пиле нормально удержаться? Либо нужно выставлять большие риски, ну, тогда легче просто конвертировать. Либо собрать серию стопов. Ну, ни то, ни другое мне неинтересно. А стратегически что вы имеете в виду? Хорошо, интродэй сегодня вы не стали этого делать. А вот стратегически, в принципе, готовы покупать доллар, рубль или наоборот продавать? Конечно, готов. Ну, вот если фьючерс C брать, уже не берем там колы, опционы, а вот именно направленную позицию C, что больше готово совершить? Какую сделку? Покупку или продажу? Покупать C, покупать колы или просто покупать валюту нужно уточнить одно условие. Используем ли мы на C плечо или не используем? Если мы говорим о плечевой торговле, соответственно, это вынужденный стоп. Вынужденный короткий стоп на таком размахе, ну, это просто смертельно опасно, потому что либо надо мелкие скальперские цели брать, что мне неинтересно, либо уменьшать плечо. Уменьшение плечо – это равняется тем же позициям через опционы, либо конвертации валюты. То есть смысл вообще входить, имея колы, смысл входить в такую позицию? Я не вижу. По фьючам без плеча вы не видите, я понял. Я думаю, больше шансов получить серию стопов. Я понял. Сейчас вот мне объяснили свою логику, и стало понятнее, почему вы так, так сказать, смотрите. То, что пила, ну, слушайте, пила может кончиться в любой момент. Вы же понимаете, сейчас один кто-нибудь выйдет, выступит с чем-нибудь и понеслась. Если я не ошибаюсь, там встреча Байдена с Путиным должна когда-то там быть. Если подскажете, когда будет, здорово. Да, Женева, адрес не скажу, пока не знаю. Не пригласили пока. Пока не знали, да. 16 июня. А, да, еще времени полно. Да, да, это еще не интродэй, точно. Поэтому предварительно так объявили, что уже встреча запланирована в обоих протоколах у президентов. Это будет первая поездка Байдена за рубеж 16 июня. И, ну, понятно, там много встреч каких-то будет, видимо. Вот в том числе, значит, и встреча с президентом России. Конечно, все ждем этого. Конечно, доллар-рубль от этого прямо зависит. Будем думать. Ну, это уже будем думать. Как раз, вы обратите внимание, 16 июня, это, по-моему, среда, да? А ну-ка, давайте посмотрим. Вот. Вы понимаете, как они все подгадали? Как раз под ваше выступление. Как все, как все совместили. Владимир, спасибо вам большое за ваш обзор. Желаем вам успешной торговли и хорошего настроения в эту весеннюю погоду. Кстати говоря, как погода в Ростове сейчас? Весенняя? Надеюсь, закончились дожди. Пора переходить на летнюю. Вот. Здесь опять уточню. Надеюсь, закончились дожди. За окном дождь сейчас есть интранзейк? Сейчас нет. Сейчас все хорошо. Здорово, здорово. Спасибо, Владимир. Хорошего дня. Удачи вам. Всем удачи. Всем спасибо. Спасибо.